Грубо нарушают правила не только пьяные водители, но и другие участники дорожного движения, от которых зависит жизнь и безопасность пассажиров. В России действует закон о правилах перевозки детей в автобусах, которые на деле практически не выполняются. Наш корреспондент Денис Давыдов выяснял, почему так происходит. Винокуровы путешественники со стажем междугородним автобусом часто пользуются. Мамы на руках два билета на старшую дочь и на себя. Сын поедет бесплатно у нее на коленях. Сколько раз ездили, мы всегда в кассе покупаем билеты и никогда не было, чтобы заставляли брать именно на него билет. Дети до пяти лет могут проезжать без билета, но без занятия свободного места, на коленях у родителей. То, что выдают за норму на одном из крупнейших автовокзалов столицы – грубейшее нарушение правил дорожного движения. Там черным по белому написано – в междугороднем автобусе число пассажиров не должно превышать количество кресел в салоне. Иными словами, у каждого должно быть отдельное место. И неважно, пассажир в преклонном возрасте или новорожденный. Перевозка таких пассажиров, таких детей должна осуществляться либо в детских удерживающих устройствах, либо иных устройствах, позволяющих пристегнуть детей с помощью небезопасности. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Административная ответственность в отношении водителя. Это штраф 3000 рублей. Штрафы, видимо, незаметны для водителей. Если и на пассажиров с детьми, они почти не обращают внимания. Татьяна без вопросов проходит в салон, садится у окна, дочь на руках. Молодая мама в полной уверенности, что именно так они должны преодолеть 500 километров. Ну как вы, да, вот, представляете себе, вот я посажу ребенка. Куда я такого маленького, да, как бы, не пристегнуть ничего, даже ремни безопасности, они здесь не помогут. В любом случае, маленькие. То есть, как бы, нет, ребенок только на руках. И, как бы, в кассах мне даже не предлагают билет детства, потому что ребенок маленький. Краш-тесты показывают, что взрослый не может удержать ребенка во время столкновения. Манекен бьется о лобовое стекло или впереди стоящее кресло. Для малыша такой удар на скорости в 50 километров в час все равно, что падение с пятого этажа. Защитить детей помогают удерживающие кресла. Грудничков – специальные автолюльки. Малыша фиксируют ремни, а само устройство крепится к креслу. Перевозчик, который осуществляет регулярную перевозку, чтобы каждый пассажир, значит, это право мог использовать, он должен это все обеспечить. Вы можете требовать удерживающиеся устройства по транспортной компании, но мы советуем мамам, папам лучше предоставлять свои удерживающие устройства непосредственно детей до года. Это в связи, я думаю, с гигиеной, потому что не все дети пользуются памперсами и каждое устройство может быть испорчено. И дело не только в гигиене. Перевозчикам дорого покупать автолюльки и кресла. Вот в салон автобуса входит семья. На каждого билет, в том числе на детей, один из которых грудной. Мама просит у коммерсантов специальное устройство, чтобы уложить малыша. Люльки нет. Водитель предлагает выйти из ситуации. Родители присаживаются, не имея безопасности, они в рабочем состоянии. Вам также предложили пристегнуться. Так отправляться в путь родители не согласны. В ответ им советуют сдать билеты и для семейной поездки воспользоваться поездом. В другом городе перевозчики оказались изворотливее. Для транспортировки детей на большой скорости и на дальние расстояния есть безопасное устройство, эконом-вариант. На сиденье кладется подушечка, ребеночек садится на эту подушку и потом его пристегивают ремнем безопасности. Многие перевозчики у нас уже имеют в автобусах эти подушки. То есть пассажир, если заходит в салон с ребенком, водитель выдает эту подушку. Есть правила дорожного движения, но нет регламента, как именно должен быть оснащен междугородний рейсовый автобус, в котором ездят пассажиры с детьми. Его не могут разработать уже несколько лет. В ожидании документа некоторые родители сами покупают специальные удерживающие устройства. Ребенку удобно и поспать, потому что дорога длительная, ну и безопасно, потому что на руках три часа ребенка, ну это невозможно продержать. Безопасность важнее, чем сумма, которая там абсолютно незначительная. Я-то плачу за билет, правильно? Они должны это обеспечивать. Ну как мне еще кресло с собой носить? Это очень будет, мне кажется, некомфортно. Мало того, что сумок много, так еще и кресло с собой носить. Елене Винокуровой эксперты советуют хотя бы предупреждать водителей о том, что в салоне ребенок. Впрочем, статистика показывает, что договориться пока не очень удается. В ДТП на дорогах России получают ранения и разбиваются насмерть все больше маленьких пассажиров. В прошлом году последней поездка стала для 878 детей. Денис Давыдов, Ольга Паутова, Илья Костин, Мария Левченко и Елена Карькина. Первый канал.